Продолжим наш разговор о глаголе can Вот и начнем с задачки Как известно, в русском языке могу, мочь имеет два вида Несовершенный мочь и совершенный смочь И вот две фразы, сильно отличающиеся Он мог исправить эту ошибку И он смог исправить эту ошибку Но различия очень большие Как бы вы выразили это в английском языке? Итак, вот такая задачка Фразы Он мог исправить ошибку И он смог исправить ошибку В будущее время Он может исправить ошибку И он сможет исправить ошибку Напомним, в русском языке есть два вида Несовершенный Например, глагол читать, строить, решать И совершенный Это уже звучит Прочитать, построить, решить В английском двух видов нет В английском для этого, откроем великую тайну Существует особая группа времен Которая называется perfect Которая специально призвана, чтобы выразить совершенную форму глагола Все просто, четко, понятно Но Английский глагол can Модальный глагол У него нет третьей формы А именно третья форма нужна для построения времени Perfect И как же нам быть в этой ситуации? Вот Каков ваш ответ? Подумайте И вот Продолжаем Обсуждать наш модальный глагол can Мы уже сказали Что модальные глаголы Отличить на особенности Является то, что они не имеют полного набора всех форм А именно инфинитива И первый, второй, третий, четвертый форм Вот модальный глагол can Имеет только первую и вторую форму Больше ничего Ну и соответственно Как и всякий глагол Модальный глагол can Должен иметь своего заменителя И таким заменителем для глагола can Является глагол to be able To be able to Отметим Как что, как всякий заменитель Это глагол, который тоже выражает модальность Как и глагол can Но уже к модальным не относится И соответственно Вот мы только что говорили Что не надо путать Они по-разному себя ведут И вот те глаголы, которые не попали Они ведут себя как обычные глаголы То есть на них все правила модальных глаголов Не распространяются Итак, глагол to be able Где он нас выручит? Где он нам поможет? Ну, во-первых, он с помощью него Может выразить будущее время В английском нельзя сказать I will can И he will can Нет такой формы Но можно сказать He will be able He will be able to help Он сможет помочь То есть для образования будущего времени А также мы можем в настоящем и прошедшем времени Его использовать Как синоним Глагол can Вот давайте посмотрим Глагол to be able Буквально to be able означает быть способным И отметим очень важное обстоятельство Что глагол to be able Вот этот оборот Он же не попадает в группу модальных глаголов И как мы уже сравнивали Глагол can с глаголом like Сейчас мы будем в глагол can Будет сравнить всего с заменителем Который выражает модальность Но в группу модальных глаголов не попал Итак, начинаем He can skate Он может кататься на коньках С глаголом to be able He is able to skate Обратите внимание Появляет части 100 Пришли в отрицательную фразу He cannot skate Или второй вариант сокращенный He can't skate Или в американском He can't skate Сразу отметим, что сокращенные формы Вот это can't Очень неудобный на слог Потому что очень легко спутать Утвердительные формы с отрицательными Звучат очень похоже Поэтому гораздо удобнее говорить He cannot skate Да в этом случае звучит совершенно отчетно Заменитель He is not able to skate Сокращенные формы He isn't able to skate Перешли к вопросу Can he skate? И ответ Yes, he can No, he cannot Заменитель Is he able to skate? Yes, he is No, he isn't Ну и наконец мы дошли До последней, четвертой фразы WH-Question What can he do? Что он может делать? What is he able to do? Переходим в прошедшее время И вот сравним две фразы He could help us И he was able to help us Мы уже сказали В предыдущем уроке Что второе прошедшее время От глагола can Форма could Имеет два разных назначения Оно означает Мог в прошедшем времени А также выражает В слагательном наклонении И поэтому эту фразу Можем перевести так He could help us Он мог нам помочь И второе в слагательном наклонении Он мог бы нам помочь То есть здесь мы уже не смотрим Не в прошлое, а в будущее Если мы используем Заменитель модального глагола То тут появляется новая краска На которую нужно обратить внимание Это синоним Он мог нам помочь Но только вот этой фразой Мы можем выразить Он смог нам помочь То есть совершенно Вид поражает Только вот этот оборот To be able Переходим к отрицательной фразе He could not help us He couldn't help us Он не мог нам помочь И не мог бы нам помочь И вторая фраза He was not able to help us He wasn't able to help us Эту фразу можно перевести Он не мог или не смог Он не смог нам помочь Следующая фраза вопросительная Could he help us? Мог он нам помочь? Мог бы он нам помочь? И ответ Yes, he could No, he couldn't Да, мог Нет, не мог Во втором варианте Was he able to help us? Yes, he was No, he wasn't Может переводиться так же Мог он нам помочь? А второе Смог он нам помочь? Совершенно Вид И, наконец, пошли Дошли до последней фразы What could he do? Что мог он сделать? Что мог бы он сделать? И вторая фраза С заменительным глаголом What was he able to do? Переводится Что мог он сделать? И второе Только этой фразе Прилежит значение Что смог он сделать? И вот переходим К будущему времени И вот Опять-таки Две фразы Мы можем сказать He can change his mind И эта фраза Может переводиться Он может изменить свое мнение Вот обратите внимание Мы глагол can не можем поставить В будущее время Нельзя сказать He will can Но можно сказать He can change his mind Он может изменить свое мнение Но именно может Но вот если бы мы хотели бы сказать Русское сможет То этот глагол уже не работает Тут должен быть только глагол To be able И вот He will be able to solve the task Он сможет решить эту задачу Отрицательная фраза Он не может He can not change his mind Or he can't change his mind Он не может поменять свое мнение Но если я скажу сможет Я уже должен употреблять глагол Will Will not He will not be able to solve the task Или He won't be able to solve the task Он не сможет решить эту задачу Пришли к вопросу Can he change his mind Может он поменять свое мнение Yes, he can No, he cannot А сможет он решить эту задачу Yes, he will No, he will not No, he won't Ну и наконец последняя фраза W-H question What can he do Что он может сделать И вот Что он сможет сделать Фраза звучит What will he be able to do Ну а как там наши ученьки Не уснули еще Спят наши ученьки Пора кончать занятие Ну и вернемся к нашей проблеме Каков же ответ Как в английском можно выразить глаголом Мочь, совершенный, несовершенный вид Ну попутно отметим тайну русского языка Которую может быть не все знают Почему-то глаголы совершенного, несовершенного вида В русском языке различаются только в прошедшем и в будущем времени Вот он читал Он прочитал Он будет читать Он прочитает В настоящее время Такой пары русский язык не образует Как же английский с этим справится С глаголом can И вот начинаем Начинаем Первый фраз Он мог Или мог бы исправить эту ошибку He could correct this mistake Понятно Но вот если мы хотим сказать смог То уже и глагол could не действует Мы должны поставить заменитель He was able to correct this mistake Или второй вариант Мы об этом еще не говорили Есть такой глагол manage Важный глагол, его нетрудно запомнить Потому что от этого слова в русском языке Есть слово manager От этого глагола Руководитель И глагол manage буквально означает Справляться То есть Если вот этот глагол может выражать завершенность То это выражает только завершенность Можно даже перестать Он справился с этой ошибкой Переходим в будущее время Он может исправить эту ошибку И тут работает сам глагол can He can correct this mistake А вот он сможет исправить эту ошибку Опять-таки Первый базовый вариант He will be able to correct this mistake Это первый вариант И тот глагол He will manage to correct this error Как бы Он справился с этой ошибкой Вот так в английском языке Глагол can Может выражать Несовершенный И совершенный вид Субтитры создавал DimaTorzok